Здравствуйте, мои любимые зрители! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю на уровне сложности божество знакомиться с новой цивилизацией Португалия. 7th Civilization VI Gathering Storm. Все режимы выключены, просто новая цивилизация, новая карта болота и свежий патч. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала, по идее, все серии видят сразу вкладки сообщества. Спасибо им за поддержку. Вы знаете, я подумал над тем, а чего я сам не попытался Ватикан перехватить у Колумбии. Может попытаться еще подбежать коляской и, пока он тут атакует, как-то захватить. Ну вот если он будет дальше Колумбия, у меня вот 252 силы и вот эта вот армия, да, то он, конечно, меня не возьмет. Это понятно, но тем не менее, юниты бы надо туда передвинуть. Так, давайте искать города Кри на побережье. О, изящная арка, еще у него тут чудо. Интересно. Так, тут я думал этим рабочим идти вырубать лес под Акведук и вырубать камень. Ну, в первую очередь, наверное, камень, потому что Акведук я, по-моему, еще даже не открыл. Камень под камфус. Еще есть неплохая идея просто военный лагерь поставить. Что-то тогда вообще Колумбия не пройдет. Может, реально, у меня там, по-моему, даже карточка на выкуп клеток стоит. Может, выкупить эту клетку и поставить? Лагерь. Военный. То есть вырубить камень под него, а потом и кампус. То есть у меня тут два района-то влазят. На другой стороне и правительственная площадь нужна. Но кампус с военным районом побольше нужны. Блин, все такое вкусное. Все так хочется использовать. А, я же еще сюда Магнуса пересадил, да? Как раз. Вообще, имеет смысл военный лагерь здесь поставить. Эвора будет таким защитным гордом. Ладно, давайте, пока я здесь вырублю камушек. Под кампус. То есть, кодов. Тут исторические хроники пока откладываем. Игры-развлечения. Потом этиологию немножко пооткрываем. Строительство я вряд ли скоро открою. Так, дальше. Надо ускорять навигацию по звездам. Пущусь, обработаю. А второй... А, вот здесь надо покупать рабочего. Сколько зарядов осталось? Два. Раз, два, три. Еще эти... Ну, нужен ли мне так янтарь второй? Может, лучше все-таки там рыба? Потому что янтарь практически у всех есть, видите? Ртуть тоже торговать мне не с кем пока. Да. И надо, конечно, прачников апать тоже. Какой-нибудь шанс, что колумбийц все-таки нападет на меня. Где у нас стены открыты? А где у нас... В оборонительной тактике быстрее строится, да? Блемя на в оборонительную тактику идти. Тут худого. Просто вот прямой наводкой я даже не буду строить... Отпадывать... Эту... Игры-развлечения. Надо стены построить, чтобы я вот прям уверенно себя с Колумбией чувствовал. Ну, если он объявит меня войну, то это ускорится, естественно. Мечники, навигация по звездам. Что, думаю, вот этого рабочего... Наверное, все-таки камню поведу. И, наверное, все-таки военный лагерь построил. 32 всего стоит. Не знаю, вот просто хочется. Мне вот это 80 науки очень не нравится. Так, сколько стоит тут рабочего купить? 140. Наверное, все-таки обработаю здесь рыбу. И потом выкуплю просто клетку еще рыбу. Обработаю для фуншала. Тем более, тут, видите, не хватает жилья. Две рыбы это как раз... Ну, тут амбар, правда, строится. Но все равно будет не хватать жилья. И две рыбы как раз эту проблему исправят. Сколько будет стоить выкупить? А, надо будет так. 32. 48, видимо, да? То есть 70... 80 монет. У меня даже сейчас есть деньги. Я просто думаю, что у меня сейчас сначала хочу в Эвере купить вот эту клетку. Или в Коимбри вот эту. Давайте лучше в Коимбри вот эту. Хоть какое-то производство тут было. Да, нормально. Отлично. Появляется производство. Достраиваем монументик. Очень хорошо. Сколько у нас? Три хода до следующей эпохи. Опять нормальный век падаю. Ну, как я и говорил, возрождение главная эпоха для Португалии. Так, Магнус тут сел. Виктор в геморрайше пока. Мы сюда на рыбу будем высаживаться. Тут проплыв, судя по всему, есть. Это хорошо. Так, ищем источники кучи науки у Колумбии. Реально не понимаю, откуда. То есть, вот это нормально, я понимаю. Вот это на большинстве у людей. У компьютеров. Например, 16-15. У этих 42-49. Ну, то есть... А откуда в 80... То есть, у Колумбии в два раза больше, чем у других компьютеров. Перекрыл мне возможность подхода. Ну, походу, Ватикан все-таки упадет. Да, я вот вступил, что я не пошел туда юнитами. Я бы мог Ватикан сам попробовать забрать. Конечно. Это я... Дурачина простофиля. Так, я могу нефрит второй обработать. Но торговать мне им не с кем. Вопрос, стоит ли его обрабатывать. Блин. Вот почему Гал... Вообще, мне надо было бы с тобой вот тут тоже открыть. Чтобы, возможно, было бы проплыв. Нам надо вернуться, вот эти клетки открыть. Почему Гал не поставил этот город на побережье, реально? Ну и что, и Крин не ставит в город? Они троллят. Посмотрите, они троллят, а не ставят города на побережье просто. И все. Копюр такой есть. Значит так, есть в игре Португалия. Все. Города на побережье не ставим. Я вот думал, убирать тут камень или нет. А, я еще даже плантации, кстати, не открыл. Давайте я пойду обрабатывать рис. Еще ходом переключу на открытие плантации. Как раз у нас апельсинка. Я бы лучше апельсинку пошел обработать. Потому что... Знаете, вот так один ход пооткрываем. Потому что... Ну, еще один дополнительный источник роскоши. Ну, да, тут не пройти. Давайте лучше в геморрайнше стоять. В общем-то... Вырубать ли лес по пути? Наверное, вырублю. Что тут и вора обрабатывает? Он этот лес и обрабатывает. Ну, с другой стороны, есть еще клетки на 2-2. Поэтому давайте я пока вырублю. Магнус уже на месте. Этот камень вырубаю, а военный лагерь закончу. Крам Минакши кто-то построил. Что в Лиссабоне? Стоит создание строителей. Золото от торговых путей. Торговцев я всех построил. Может, еще коляску и пой... А, блин, у меня железо... Ну, вообще, есть железо? Вообще, вот выйти в стремя, апнуть одну коляску в рыцаря... У меня как раз есть 10 железа. И... Города сейчас точно не берутся. Вот, нельзя куда он будет нападать. Может, все-таки еще одну коляску, на всякий случай. В Лиссабоне феодализм у нас. Следующий по своеобразительной тактике, да? Вот это только есть оборонительную тактику. Но вообще, далековато с тремя будет. Наверное, лучше... Наверное, лучше дальше продолжить рабочих делать. Амбар тут пока не нужен. Древние стены просто точно не нужны. Водяную мельницу я купил. По-моему, в Лирии, да? Как раз... Тут надо вот треугольничек сделать из ферм. Ну, рабочего, наверное. Давайте, работаем. Так, Коимбри монумент. Тут амбар тоже пока рано. Блин, тут гавани, конечно, нужны. А если не гавани, то строить тут нечего пока что. Может, в Коимбри... Ну, блин, в Коимбри маловато производства для правительственной площади. Правительство надо в Эвере, конечно, делать. Производственная не открыта. Амбар. Блин, что-то тут как-то... Реально нечего. Ну что, давайте амбар просто пока. Или строить... Ну ладно, давайте строители. Просто как-то... Там многовато жилья для амбара. Лучше янтарь пообрабатывать. Минус Ватикан. Ну и какова вероятность? Так, у нас тут где-то вообще влазит еще город. Вот, конечно, было бы... Ну, Ватикан зря я отдал. Ватикан был бы очень в тему. В моей империи. Так у нас получается геморрайнш. Отдельно. Ну пока по лояльности нормально. Даже с золотым веком у Колумбии. Так, вот я хочу вернуться. Открыть вот эти клетки. Орошение сейчас открою. Поставляет сушать болото, но не на этой карте. Не в... Не в этой партии. Тут обрабатываем апельсинки. Так. Счастье, подовольствие у нас пока по нулям везде, я смотрю. Так, тут рост опять надо. Коимбра. Едорост. Лирия. Едорост. Почисток производства. Так, блин, может вот тут какой-то город на побережье может будет. Так. Колумбия, расскажи свои секреты. Кампус на плюс 6. Ну конечно, вот кампус на плюс 6. И вот буквально вот здесь бы поставить кампус, да, тоже был бы на плюс 3. Ну то есть... Слушайте, а это он... А, он карточку научился ставить на соседство кампусов. Смотри-ка. Ну все равно пока непонятно такое количество науки, честно говоря. Так, после орошения сейчас мы надо... Давайте пока ученичество. Ватикан побежден. Слабые извержения. И проверка по городам. Пока еще производство стоит. Так, ну окей. Что у нас в строительстве? Плюс 1 к жилью в городах с двумя и более районами. Это... Это нам пока не понадобится. И убирать мы, наверное, тут тоже пока ничего не будем. Потому что все это надо. Ну что? Будет ли сейчас объявление войны от Колумбии? Нет, отступил. Так, ну хорошо. Если он отступает для того, чтобы на Эвору нападать, то меня это очень устраивает. Потому что Эвора, конечно, сильный город. Очень тяжело его будет взять. А вот Геморанж бы брался только в путь. Опять нормальный век. Ну а тут зато, ребята, слушайте, а может Ватикан отвалится, когда он в темном? Опять монументальность. Опять все то же самое. Ну давайте опять монументальность возьмем. Военный лагерь достроили. Строим кампус. Ну я скоро, кстати, открою соседство для кампусов. У меня хотя бы наука, не знаю, 30 станет уже приятно. Так, что у нас Лиссабон обрабатывает? Какие клетки? Три, три. Ну, наверное, давайте сюда шахту и потом туда овец. Как-то так. Блин, а стоит ли мне торопиться с центрами коммерции? Древние стены, древние... Так, ну центр коммерции, как я и думал... Ты, конечно, понимаешь, что тут классно, но я эти болота не буду убирать с пансионом. То есть тут мне жалко, потому что холмы. Я бы, наверное, все-таки сюда ставил вместо скота. Центр коммерции. Либо, слушайте, либо гавань в Лиссабоне. Наверное, все-таки надо будет... Ну, смотрите, у нас центр коммерции всего лишь плюс два, правильно? Всего лишь плюс два. А гавань мне позволит из Лиссабона еще посылать караван. Поэтому я, наверное, все-таки гавань подожду. Так что давайте еще одного строителя пока. Так, а этот идет сюда холмы обрабатывать. Так, два заряда. Давайте рис и потом здесь третью ферму. Хотя там, конечно, могут быть всякие... Извержение рек, хотел сказать. Затопление. Есть город на побережье. Прямо за Португалией, знаете, каждый город на побережье счастье. Так, доступные пути. 12 мая. Ну, не так уж и много, кстати. Но уже приятно. Так, сюда идем, пока клетку не выкупаю. Потому что рабочая каравана обработать ее не может. О, вижу чьи-то границы. Это, походу, Испания, кстати. Наконец-то нашли. И жалко, что, конечно, Португалия и Испания на разных континентах было бы круче. Если бы они соседствовали. Ну, что есть, то есть. Ладно уже. Не будем придираться. Так, по идее... Давайте я следующим ходом должен открыть... А, блин, я только успорил. У меня два хода есть до гавани. Пожалуй. Поэтому в Пуншале... Шесть ходов строитель, да? Хотя, что с камптом у нас здесь? Есть на плюс два. Да, вот тут нужен будет кампус, несомненно. Может, пикать и начать ка... А, прежде мне только... То есть я забыл, сколько? Три жителя надо или четыре, чтобы следующее. Но, похоже, пока район, что тут не начинать строить. Четыре, наверное, жителя надо. Район лучше не будем начинать. Лучники, священочка... Ладно, давайте я начну... Блин, два хода. Я тут, конечно, отложил получше производство, но что-то как-то... Два хода это много, то есть я потеряю. Ладно, давайте пока строителя. У нас стоит просто плюс 30% карточка на строителей. Тут монумент. Тут тоже, конечно, лучше гавань. Нет, тут вообще, конечно, лучше древние стены, но опять же без карточки. Вот я оборонительную тактику открою. Простите, а что это надо два хода открывать? Фига у меня тут быстро все стало с культурой. Хотя у меня весь народ уже вот здесь, правда. Но оборонительная тактика... Так, через два хода я смогу карточку на стены поставить. Ну тогда тоже пока строители. И через два хода я еще карточку на этот поставлю. В Шенгете хочет торговый путь. Ну это спросили в комментах под обзором этого патча, типа... Ну, с выходом Португалии. А что делать, если города-государства просят задание проложить торговый путь? Ну, страдать. Потому что мы не можем проложить в Шенгете торговый путь никак. Он не на побережье. Кстати, военным лагерем ускорил военную подготовку. Ну, это классно, что я оборонительную тактику. Это будет сейчас со стены построен в этом... В Геморанше и Эворе. И вообще можно... Чилить, мне кажется. Блин, голубаный этот. Хотя 87 науки от Колумбии меня очень смущает. В первую очередь я не могу понять, откуда. Я не знаю. С религии пофигу абсолютно. Не знаю, давайте за православие просто. Чи-по-фигу. Так. Не начисляются, давайте, ученых. Ну, я тут, видите, ни во что не вбрасываю, потому что я... Не знаю, за что голосовать, мне из этого ничего не надо. О, Геморанше подтопило. Да? Блин, одного жителя убило. Не начисляется флотоводец. Ну, жаль, конечно, я сейчас как раз и буду гавани строить. Но я думаю, что это нормально. Православие плюс 10 к мощи. Наверное, я именно за него проголосовал. Православие. Я? А, и Кри еще за православие. А что, Кри за православие? Странно. У него что-то не распространено вообще. Ничего. А знаете что? Я хотел посмотреть, вдруг там Колумбия взяла какого-нибудь ученого крутого. Нет, то есть это библиотека не Колумбия. Смотрите, Колумбия даже ни одного ученого не брала. То есть у нее наука не за счет кампусов получается каким-то образом. Блин, это... Вот это для меня реально пока загадка откуда... Да, что сюда пошло? Куда же хотел пройти? Ладно. Загадочная Колумбия. Так, открываем навигацию по звездам. Следующим ходом гавани строим. Судостроение надо ли мне? Вообще ради Колосса... Я бы сначала открыл производственные площади, а потом уже гавани. Так, ну я думаю, имеет смысл вот этот еще лес вырубить. И, наверное, имеет смысл вот этот... О, поставил все-таки Кри тут город. Значит, имеет смысл выкупить вот эту клетку и вот эту. Все остальные меня уже не беспокоят. Тут Кри может покупать, что хочет. Тут самые основные, которые на меня клетки работают, я выбрал. Тут у нас еще болото есть для гима раньше. Давайте, пока деньги есть. Так. Чтобы не досталось врагам. Тут эта клетка... Я просто смотрю, те клетки болота, которые я могу выкупить. Ну, это, я думаю... Смотрите. Раз, два, три. Да, это сама потом. По идее, Колумбия не дотянется до нее. Да, жалко. Ватикан хороший был бы город для меня, потому что тут болото имеется. Там три, кстати, болота было. Уже одно осушил, похоже. Похоже, Колумбия осушила. Так, сейчас у меня дополнительный караванчик появится. Е-е-е-е. Испания, точно Испания. Так, у него должны быть и города на море, и ресурсы, которых у меня это зашибись. Вот Испанию мы хорошо встретили. Хорошо, что есть проплыв. Наверное, надо открытые границы просить. Ой, только не за Толедо. О, Сейк, он потребует денег. Ну, ладно, я приму. Мне нужно открывать чем больше городов, тем лучше. Такой жадный Испанец. По звездам ускорили. Созывает Конгресс. Ну, вроде все. Ко-ес, что у меня вернулся сюда Скаут. Да, открываем эту территорию. Вавилон. Сейчас посмотрим, насколько Вавилон классно улетает. Науки у него всего 56, мы же все понимаем, что качество Вавилона не в количестве науки. Религиозная агрессия какая-то опять же там. Так, значит, гавань теперь можем строить и надо две карточки поставить. Во-первых, соседство кампуса, во-вторых, а, не открылась оборонительная тактика. Жаль, ну, соседство кампуса в любом случае. Так, закончили с выкупом клеток, правильно? Я сейчас хочу карточку на выкуп клеток убирать. Может, вот эту еще купить для будущей... А, подожди, мне сейчас надо в Лиссабоне строить гавань, кстати. Да-да-да. Так, ну, тут по-хорошему пофигу. Наверное, вот здесь тогда буду. или наоборот подальше. Видите, соседства нету нигде для гавани. Наоборот, как вот ее... Какие у нас есть чудеса для соседства? Ну, колосс, например, тогда можно где-то... Нет, давайте вот здесь все-таки. Так, и... гавань ставим. О, еще и залив какой-то. Интересно, такие классные города, да? Вот сюда бы поставить. Что-то я странно здесь скаутом этим бегаю вокруг колумбийских городов. О, еще один город у нас. Кайф. Так, и тут проплыв тоже открыт, если что. А, вот тут еще я хотел выкупить чтобы соседство было ладно, но уже не в этот раз. Судя по всему. Блин, я бы, наверное, уже вернул эту коляску, там у меня скаут, я думаю, доисследует. Так. количество технологий на 5 больше, чем у Колумбии, у которой 85 науки, и тут ухе мое, это ну что, ставите на то, что опять Вавилон выиграет, да? Ну, кстати, он может быть в паровом двигателе, просто в паровом двигателе, потому что две, а, две верфи, стоп, две верфи невозможно было. Селитры в ушах кто мог построить, и просто здесь вот. Это же не значит, что он все предыдущее открыл, понимаете? посмотрим ладно тут кампус завершён что с центром коммерции в этом городе чего я здесь не хотел потому что эти два эти два тропических леса дают соседство кампусу не хочу убирать на месте камня ну наверно да то есть может подождем открытие производственной площади это буду понимать где производственную площадь ставить давайте пока торговца построим раз нас еще один появился она за же 2 появилась еще вавилон нашли можем строить так исторические хроники ускорили достаточно жилья в лейре производства подумаем можно ли мне где-нибудь еще вообще город поставить можно подумать чтобы здесь поставить кстати и тут нормально будет да ну куплю поселенцы кроме денег будет просто куплю поселенца пометились в пару или в лейре и там поставлю город мне скоро будет этот пророк у него есть скоро будет нефрит очередной хоть надо посмотреть как там ребята друг кстати надо с испании к дружить и стену ватикан отваливается я думал что будет отваливать слушайте но если он нормально отвали надо подвести два войска чтобы его забрать мастерская открыта рудник здесь надо на стену стены надо построить хоть в одном городе да на 2 ну давайте блин я соседство кампуса не поставил вот я молодец так убираем наверно со строителей ставим 100 процентов оборонительным зданием вот 31 уже поприятнее наука так как сильно отваливается ватикан 4 2 не это он долго будет не отвалится к сожалению так ну что в гима раньше гены и и в эворе туда строение есть дружба с филиппом где у нас вообще союзы может не стою статки пойти так отличненько лиссабон бы тоже вырастить как-то покупатель мне эту клетку ракет блин я бы уже доделал треугольничек с другой стороны лире это расти никуда жилья нет ну с третьей стороны это ферма даст жилье для роста все такое вкусное блин так тут кампус везде грустный я бы наверное в лире и начал подпись центра коммерции так время пингал и нельзя я не думаю что рейну пока имеет смысл прокачивать в ней настолько много денег чтобы прям райные районы покупать я знаю на что не тратить деньги на поселенцев да намного чего еще тратить деньги давайте пингалу в лиссабон может в лире и тоже стены построить на всякий случай отга блин 4 смеешь тугалу это будет делать стены один так и уже есть науки кампус есть науки тут 4 до скажу вниз посмотрю ну конечно еще куча пустыни такая у кри что можно полностью оплыть наш континент будет ладно куплю не знаю что хочется мне уже треугольничек сделать жене феодализме нара не смогу ускорить у меня только три фермы и еще три фермы я очень нескоро буду строить испанцы только толедо на побережье амбар нет древние стены не хочу так что с промышленной зоной кстати тут вообще нету никакого сына тут плюс один показывает из-за лошадей лицинга комиссия просто 15 ходов это как давайте нара стену все-таки поставлю не помешают так паром давайте смотреть промышленную зону плюс 2 не хочу я здесь ставить несомненно потому что опять напоминаю соседство для кампуса все это дает хорошо в лиссабоне что а в лиссабоне нехватка жителей для промышленной зоны как и границы с этим с галом закончились это что он не платит за открытые границы при том что он сам вообще по моему по ним не ходил никак не только миссионеры ходят а миссионерам открытые границы не нужны о улучшается отношение с галом он прислал ко мне делегацию значит постепенно будет улучшаться но я больше боюсь колумбик и уже 106 науки ё-моё так инженерное дело ускорили пошли открывать не давать судостроение а потом инженерное дело строительство нам акведуки нужны будут точно так этот карава давайте глянем вообще но я бы из лиссабона отправлял два хода буквально осталось но просто глянем только у нас эти до испании добегает 21 монета как ри то намного хуже да не давайте уже сразу из фуншала и каимбры отправлять тут ждать причем причем даже из каимбры просто она еще культуру дает а соответственно раздает культуру то по идее каимбре быстрее будут добавляться клетки давайте янтарь нефрит и торгуем с испанцем приходится вот так делать уменьшать чтобы можно было иначе он не будет ничего предлагать сделать договор более равным поломано несколько патчей назад и и не починено зато зомби введены в игру они несомненно более нужно это это более нужное сейчас посмотреть что тут только не прокаченный скаут чем будем по холмам тут бегать вот бы 3 с колумбии повоевали но мне кажется для крип без шансов будет при как-то очень грустно выглядит его территория какой-то город у испании так в эвари древние стены и он как-то расти тут надо нам бар наверно амбар торговца я бы купил просто 120 а следующим ходом а два хода в риса боне ну амбар надо тут его ранее растет амбар тоже не растет и гима раньше ну тут все равно пять ходов есть ладно тут может так пока я оставлю на производство он вырастет так за пять ходов пара торговец ну вот тут уже надо решать что с промышленной зоной и центром коммерции центр коммерции тут плюс 3 блин мне надо к виду все-таки открыть начало еще три хода торговца давайте этот торговца буду строить потом ли собой не просто куплю когда достроится гавань а этого торговца там отправлю первым шал чтобы в города и дать так а имбри мы строители сделали гавань там не на несомненно гавань фуншалия буду гавань делать а потом кампус известный рам маха бот 120 науки у колумбии так колосс открыт я думаю может хотя в лиссабоне просто из постройки гавани сразу колосс строить вот колосс что-то не любит компьютеры делать почему-то кумана боже дамбу сразу чинит у производства но это же компьютером сделает 33 производства дамба сколько будет строиться в 3 производства поглянем просто интересно 81 то есть ну 25 ходов где-то да даже больше 26 нормально компьютер устраивает ему торопиться некуда так нефрит обработан какой раз можно второй ресурс вените бы так вот у нас янтарь надо обработать еще торговать с филиппом янтарь на шоколад опыт и нам за это даже денюжков 6 нормально так плюс 2 удовольствия в городах норму если дальше пока по исследую территорию все еще не вижу источник науки у колумбии откуда 612 ну население еще до сколько тут 2227 33 41 но 44 каши не вижу 44 один житель дает так два с половиной 50 то есть 23 науки от населения сейчас имеет колумбия 2329 ну специалисты там еще каши 3137 я вижу только 37 науки ну предположим еще болонья у него нет университетов то есть болонья чисто ну не знаю ну блин пока я вижу то что я должно вот тут вот как у вьетнама должно быть примерно так а что мы тут дальше обработать этим наверно пойдем вниз апельсинку да тут еще будет заряд и обработаю янтарь пойдем тогда может этот эту пшеницу вырубим под дамбу эвари так из коимбры мы в талли до отправляем поселенцы видео заселяться мало мало колумбии городов блед мол тут на побережье стоит а у нее есть гавань отлично что барселону должно добегать нет эти не уже барселона далека все-таки для каравана ну если я это колосс что ли нефа русский маяк отлично если у меня в талли до торговые посты поставятся до барселона будет убегать 105 науки у вавилона 105 науки то есть это совсем с его минус 50 процентами до вавилон конечно мрак просто мрак нет не хочу он протестантизм реально уже обращается в протестантизме и мне казалось что там не все-таки плохое а можно священные места по подумать построить священные места будут культуру давать не театралки строить а священные места и но это при условии что я протестантизм будет везде она пока подумаем пару торговые значит в лиссабоне покупаем караван а блин между чем маяк нужно чтобы караван очень отправить я я знаете решил все гавань построена зашибись то что колоску это построил уже да вот даже в списке нету лос ладно колос не будем строить давайте но я могу из лиссабона отправить по моему нет не понял у меня из лиссабона или так доступный торговый имеет право проходить международный торговый где можно сказать только к городам на прибрежье но это к а не от вы знаете видимо считается все таки что вот из лиссабону блин уже гавань есть но считается видимо что из лиссабона это наземный торговый путь и у него не такая дальность понимаете ну гавань не зря я построил все в будущем пригодится придется из фуншала очевидно тогда до леда ладно так он шали у нас гавань сначала что промышленной зоной уже никаких нет вариантов тут вообще кстати акведук был бы в тему акведук у нас только здесь строится значит если у нас тут акведук то надо будет вырубить сначала здесь дерево до идем все началось гавани мы начинаем а если тут у нас акведук то по идее можно промышленную зону здесь сделать еще будет соседство от как его от шахты а рядом с промышленной зоны здесь можно будет венецианку потом как-нибудь построить ну пока такие мысли акведук в этом городе точно будет хороший потому что жилья там мало да ну вот на этот холм буду далеко смотреть если вдруг решит на меня напасть колумбия кабул тут еще есть те шубка был какой не захочу куча территории кстати у колумбии да и дальше не проплыть но по идее вот эти 105 науки вход у вавилона это уже с минус 50 процентами вообще глянуть как там или или у него наоборот разглянем если там именно говорится минус 50 процентов науки заход да это уже сразу с минус 50 мы 105 видим охренеть для так у нас три посла заповедник великого торгов но надо в баллонию хатусу отправлять другой вопрос не будет ли по тушу и баллонию кто-нибудь захватывать в лиссабоне гавань маяк нет реально везде нужны кампуса да тяжеловато тяжеловато ребята повезло что конечно никто не воюет со мной и ощущение что колумбийц вполне может открывать феодализм для стремени на всякий пожарный можно лесопилки строить математика он перфорс и в нау да и потом у испании ставить фаитории ну наверное так и надо две гавани я точно построю тут я не ускорю контрфорс но и так четыре хода открывается поехали так тут после феодализма госслужбу и после госслужбы в наемнике и естественно торговая республика это самое главное правительство для испании туши там бонус к деньгам да да барселона не добегает один караван так и у нас возможны пока ну видимо кри надо отправить из коимбры а вот производства еще даст тем без производства как-то сидим о сама клетка добрая отлично так принять поторгуем два трюфеля у вавилона а в общем то все остальное то ну давайте с вавилоном тут прям готов все все отдать блин долбаные фераксивцы а так он уже готов принимать ну и ладно я так буду кликать долго я еще помню что хочу за город поставить сколько стоит у нас купить посела от 20 я думаю это вполне можно накопить пока верный янтарь не буду обрабатывать чат вот это убрать надо но следующим ходом давайте опять что с кампусом плюс один везде да жаль жаль ну гавань с промышленной зоной но тут у нас будет например а что с акведуком вот тут акведук ставится кстати вот тут акведук ставится вот тут ставится дамбы промышленная зона вот тогда вот здесь будет на плюс 5 еще и на гавань влиять вот так и сделаем ну тогда давайте лесопилку и каменную мастерскую фига здесь еще территории центр коммерции пора тоже строить акведук промышленная зона я вся грустная блин конечно тут тоже надо дамбу такая что где акведук здесь я ну и дамба получается вот здесь то есть тут акведук тут дамба я промышленная зона сюда видно тут так мало производства в городе чтобы вот это вот устроить ну наверно цен 12 ходов центр коммерции амбар так растет пока город он хоть и по захватывает можно будет что-то сделать так что у нас здесь виду вот тут ну промышленная зона ну вообще здесь будет плюс 1 стратегического ресурса плюс 1 на пират каменолом не еще будет так но мне тут так ведут тогда негде поставить хорошо если здесь центр коммерции да это фаро как-то непонятно центр коммерции есть да тут будет туда промышленная зона будет на плюс 2 типа соседства центра города и центр коммерции и от камня ну видимо то камень надо будет удалять и здесь ставить акведук потом но я не вижу других вариантов я не хочу удалять тропические леса так что давайте так в итоге так итак и пока рабочего это все зачистить удаляем петру кто-то построил да да тихо покоен и слабкать и надо было наверное отправить делегации во все эти разные цивилизации уже улучшаются отношения скри но в любом случае это уже следующей серии спасибо что смотрите спонсоры могут уже поискать продолжение в вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока